В общем, решили мы найти лучший монтажный ноутбук и с этой целью сравнить два топовых ноутбука, один на винде, второй на ios. Кандидат от винды на сегодня это Asus VivoBook, ценой в 22 тысячи денег, плюс к нему SSD на полтерабайта и еще за 4К. Остальные характеристики вы видите на экране. Его конкурентом выступит MacBook, наиболее подходящий для цели монтажа, по словам очевидцев. MacBook Pro Retina 2015 года. Подобных сравнений я в сети не нашел, бывали лишь сравнения ощущений, либо производительности в играх, но нас интересует именно работа. Just Work, так что за тестим, погнали. Системы. Обе системы почищены от хлама, все лишнее удалено, установлено After Effects 2018 года без плагинов. Дабы не грузить систему скриншотерами, для получения результатов используем внешнюю камеру. Тест номер 1. Загрузка операционки. Как видим, до окна ввода логина лучше получается у MacBook, а вот после введения логина Asus уже ускорился. По итогу оба MacBook загружаются за 25 секунд. Счет 1-1. Тест 2. Экран. Экран очевидно лучше у MacBook, 4K расширение против Full HD Asus, лучшие углы обзора. Относительное преимущество Asus, при этом матовый экран, который меньше бликует и более насыщенная картинка, так что для цвета Core он повкуснее. Но в целом экран у Mac, конечно, лучше, так что балл уходит в Mac. Третий тест. Загрузка After Effects. Тут видим значительно более быструю загрузку автора на Asus. 16 секунд против 24 секунд у Mac. Выравниваем счет до 2-2. Четвертый тест. Собственно, именно с этого шага начинается фактическая функциональность, так что поехали смотреть. Скорость проигрывания видео в разрешении 4К. Тут можно отметить, что Asus вставляется на скорости 13,5 FPS, когда Mac отстает и показывает лишь 11 кадров в секунду, иногда проваливаясь до 8. Балл уходит в Asus. Тест 5. 2D-трекинг. Очень популярная задача, активно прогружающая процессор. По итогу видим, что Mac с ней справляется лучше, невзирая на разницу в 5 поколений процессоров. Сотрывом в 12% скорости, Mac получает очков. Шестой тест. 3D-трекинг. Еще один популярный вид анализа картинки. Задействует много оперативки и опять-таки процессор. Тут тоже Asus вспоминает про свой железо и с опережением в 17% обгоняет Mac. Седьмой тест. Rotobrush. Весьма напряженная для системы функция 1 из самых тяжелых, которые активно используют вообще все виды памяти. Тут мы видим значительное превосходство Asus в 55% скорости работы. И восьмой тест. Финальный тест. Рендеринг. Эта функция активно вовлекает видеокарту и по результату видим превосходство Macbook, поскольку в нем, собственно, и есть видеокарта. Asus, я не знаю, это не видеокарта, в нем это как это. Очко уходит Macbook. Итоговый счет 4-5 в пользу Asus VivoBook. Перейдем к выводам. Как по техническим параметрам, так и по реальным функциональным возможностям Asus обходит конкурента. При этом Mac держится в основном за счет прекрасной оптимизации. Подведем итог. Asus. Топовое железо последнего поколения. Производительный в большинстве полевых задач. В нем сходу влазит 1,5 ТБ в месте приобретении SSD. Он легче 1,5 кг против 2 кг мака и при этом в два раза дешевле. Mac. У него алюминиевый корпус, который чуть меньше изнашивается. Лучше в системе аудиовизуального вывода, то есть мониторной динамики. Спасибо магазину TopDevice за предоставленный Mac для сравнения.